Министры обороны иностранных дел Европейского Союза встретились сегодня в Люксембурге для того, чтобы ускорить поставки систем противовоздушной обороны для Украины. Перед стартом встречи министр обороны Швеции Поль Джонсон объявил о готовности отправить в Украину новые системы ПВО и ракеты. Особое внимание мы уделяем РБС-70 нашей системе ПВО. Мы также поставляем еще и артиллерийские снаряды, мы также поддерживаем инициативу Германии по предоставлению дополнительных систем ПВО. В первую очередь мы готовы к финансовому вкладу в это, но мы также рассмотрим возможность передачи большего количества ракет РБС-70 ракет «Амрам». 13 апреля Министерство обороны Германии объявило о передаче еще одной системы ПВО «Патриот» для Украины. На прошлой неделе лидеры Нидерландов, Дании и Чехии заявили о готовности закупать системы противовоздушной обороны для Украины. Это стало ответом на многочисленные обращения президента Украины Владимира Зеленского за помощью в защите украинского неба. Он просил предоставить как минимум 7 систем «Патриот». Перед участниками сегодняшней встречи выступили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Рустем Умеров. Сила останавливает Россию. Осторожность только провоцирует ее. Не наоборот. Единственный способ не дать Путину зажечь большую войну в Европе – нанести болезненные потери российским оккупационным войскам на территории Украины. Лишь нанеся Путина поражение на нашей территории, можно заставить его отказаться от агрессивных планов по Молдове, Польше, странам Балтии, Финляндии и другим европейским странам. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что Украину надо обеспечить не только системами ПВО, но и всем необходимым для их нормальной эксплуатации. Нам нужно больше боеприпасов, нам нужно больше пусковых установок, а установки без ракет – это как ружье без патронов. Нам нужно и первое, и второе. Нам нужно поставить ракеты для тех батарей, которые у них уже есть, и увеличить количество батарей. И давайте посмотрим, что страны-члены способны сделать для поставок, потому что в Брюсселе у нас этого нет, но есть у других стран. На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Солтенберг одобрил отправку систем противовоздушной обороны из стран-членов Альянса в Украину, даже если это приведет к временному снижению обороноспособности. Союзники Украины из ЕС прогнозируют, что новые системы могут поступить в Украину в течение нескольких недель, но окончательные решения должны принимать на национальном уровне в каждой стране, владеющей системами противовоздушной обороны отдельно. Также союзники обсудили возможность введения дополнительных санкций в отношении Ирана за атаки на Израиль и военную помощь России. Еврочиновники не говорят, когда они смогут удовлетворить запрос украинских властей, но, по их словам, они сделают все возможное для того, чтобы украинское небо было надежно защищено.